Александр Ильич, в каком режиме сейчас работает собрание депутатов, представительная ветвь во власти? Мы работаем так, как определено распоряжение губернатора о повышенной готовности, и соответственно мы издали свое внутреннее распоряжение, на основании которого мы обеспечиваем минимальное количество лиц, которые сегодня находятся на рабочих местах, и в то же время с пониманием того, что они должны тоже необходимые минимумы и документы обороты, и текущую работу должны исполнять. Насколько я знаю, общение с избирателями Вы не прекратили, а привели его в режим ману. Совершенно верно. И если говорить о том, чем занимаются депутаты, они действительно сейчас, с учетом тех тремий, которые предъявляются к их работе, они выстраивают свою работу дистанционно со своими избирателями. Поэтому мы держим руку на курсе. Вот я сегодня, недалеко сегодня, разговаривал со многими директорами учреждений, предприятий, и мы мониторим текущую ситуацию, и разумеется, те вопросы, которые являются первоочередными вообще для жизнедеятельности, просто для функционирования органов и учреждений, для того, чтобы мы могли те вопросы жизнеобеспечения нашего региона выполнять в полной мере. Мы знаем, что собрание депутатов всегда в оперативном порядке может собраться на внеочередную сессию для решения острых и важных каких-то проблем. Здесь насколько оперативно Вы можете принимать решения? Мы можем это сделать буквально, в течение недели, это максимальный срок, поэтому у нас это определено и регламентом, если была такая необходимость, мы это, соответственно, сделаем. Вот скажу, в прошедшем месяце, он что показал? Мы провели три сессии. Одна из них была внеочередная. Если надо, будем работать ровно столько, сколько надо. На Ваш взгляд, вот насколько важно сегодня в нерабочую неделю жителям Нинска автономного округа оставаться дома? Вы знаете, я скажу, вот есть хороший пример, это Китай. Есть не самый лучший пример, это Западная Европа. Вы понимаете, ведь самые простые меры, они получаются, что наиболее действенные. Вот режим самоизоляции, самая простая мера. Если мы его вводим для ребенка в страну, то уж для себя самого надо ввести его обязательно. И больше ничего не надо делать. Это самая эффективная мера. Не покупка лекарств, не хождение куда-то, не консультации с кем-то, а вот именно взять и себе сказать, я ответственен за себя и за своих близких. И это будет самое лучшее. Вот я сегодня был в двух аптеках. Лекарств достаточно. Не надо здесь волноваться с тем, чтобы или думать о том, что их будет мало, кому-то не хватит. У нас есть льготные категории. Это, как правило, люди высокого возраста. Так вот, я сегодня, опять же, в фармацей заходил, там целый кипа вот таких заявлений. И сегодня людей пришло от высокого возраста, как мы говорим, ну, скажем так, рекордное количество. Зачем это делать? Не надо этого делать. Лекарства есть. Вот у нас город небольшой. Если 23 тысячи будут человек исполнять вот эту норму, а тысячи не будут. Как вы считаете, мы достигнем этой цели или нет? Я думаю, что нет. У нас транспорт, у нас медицина, у нас вот хлебозавод, мясокомбинат. Я со всеми директорами переговорил. Там вводятся дополнительные средства гигиены, соответственно, пропускного режима, культура производства. Все для того, чтобы, не дай Бог, не нарушили эту стерильность. Спасибо тем жителям, которые действительно заботятся не только о своем здоровье, но и заботятся о своих близких и подходят ответственно к тем требованиям, к тем предложениям, которые выведет оперативный штаб, который создан и сейчас работает круглосуточно. Поэтому я хочу сказать, что вот самые простые вещи, они как раз и определяют, насколько продлится этот режим. Если мы будем все вместе выполнять самые ограниченные требования, то этот режим у нас продлится меньше. Коль мы заговорили о предприятиях, работающих на территории Нинско-автономного округа, мы, конечно же, сейчас понимаем, что в основном наиболее страдают малые и средние бизнесы в сфере услуг. Понятно, да? Сфера туризма, сфера общественного питания и так далее. А вот наши предприятия, которые перерабатывающие, тот же мясокомбинат, хлебозавод, агропромышленная компания, а насколько они будут устойчивы в наше время? Вот, все-таки у них определенная устойчивость есть. Я вот разговаривал, повторяясь, с директором хлебозавода Дмитрием Витальевичем, он только недавно вернулся с Кирова. Ну, к примеру, у него запасов более чем на полгода. Муки, сахара, соли и соответствующих ингредиентов. То же самое касается мясокомбината. Вы сами знаете, что самое главное, что есть сырье. Здесь не возникает проблем. То же самое по агропромышленному предприятию. Поэтому в этом плане, что у нас действительно в том числе есть и рыба, соответственно, мы можем себя чувствовать в этом плане достаточно спокойно. Если вы ходите в магазин, вы увидите, что полки заполнены, продукты питания в наличии есть. Я надеюсь, что в ближайшие дни дадут возможность осуществить еще один завоз по зимнику. Поэтому, если говорить об устойчивости наших главных предприятий, которые занимаются и переработкой, и производством основных видов питания, то здесь есть уверенность в том, что действительно они справятся с своей задачей. Это без всякого, как говорится, здесь излишнего оптимизма. Сложнее, наверное, то, о чем вы сказали, с тем мелким, средним бизнесом. Здесь действительно проблемы могут быть, потому что вопросы общепита, ресторана, салона красоты. Вот я тоже не успел постричься, поэтому будем две недели или неделю так, вот в таком режиме. Это создает определенный неудобство не только нам, потребителям, но и им, потому что они несут затраты. Здесь есть проблемы, здесь есть проблемы, потому что им надо платить арендные платежи. У них же нет подушки безопасности. Поэтому это те вопросы, которые должны решаться и на федеральном уровне, это те вопросы, которые должны решаться и на региональном уровне. Поэтому, вы знаете, практически каждый день выводятся дополнительные меры для того, чтобы стимулировать спрос, для того, чтобы стимулировать их деятельность. Это и кредитная, это и налоговая система и так далее. Этот комплекс мер, он должен сработать. Мы сейчас пока, может быть, до конца не понимаем, таких прецедентов у нас не было. Вообще состояние жесткое, тяжелое. И поэтому надо вести себя соответствующим образом. Я имею в виду, надо принимать решения. Надо быть в этом смысле не просто адекватным, надо смотреть на то, чтобы наперед смотреть. Поэтому, как будут развиваться события? На фоне падения рубля, на фоне падения стоимости нефти, мы знаем, что бюджет Ниньского автономного округа от этого зависит на прямые его доходы. На сегодняшний день принимаются ли какие-то решения о снижении социальной нагрузки на бюджет? Или пока мы это не можем оценивать? Вот видите, вы сами фактически сейчас подводите к тому, что такие вопросы неизбежно возникают. Мы, к сожалению, наш регион в этом смысле сильно зависит и его бюджетная обеспеченность от внешней конъюнктуры. Я говорю о ценах на нефть, это не для никого не секрет. Поэтому, конечно, мы очень серьезно следим за тем, как развиваются события на сырьевых рынках. И сегодня, когда патриархи показывают, что нефтяные котировки, они снижаются даже в районе 20 долларов, а мексиканская нефть упала до 10 долларов. Но это, конечно, очень и очень настораживает. Почему? Потому что, вы знаете, наш бюджет сверстан и цену нефти 57 долларов. И средняя цена их за доллар 60 рублей. А у нас, соответственно, вот эти показатели сейчас далеко ушли от норматива, скажем так, которую мы себе определили. Поэтому, наверное, времени для принятия решений у нас не так много. И надо, разумеется, здесь думать о том, о чем вы сказали. А именно, вот социальная наша обеспеченность, социальная политика. Мы всегда гордились тем, гордимся по-прежнему, что у нас 147 мер социальной поддержки. Конечно, мы намерены их выполнять. Но для того, чтобы их выполнять, надо, конечно, проанализировать всю эту работу и все те социальные обязательства, которые у нас есть. У нас был 14-й год, когда нам приходилось принимать непопулярные меры. Я полагаю, что здесь очень важно, насколько долго продлится данная ситуация. Потому что аналитики, скажем так, политологи говорят о том, что эта ситуация может продлиться довольно долго. Для нас это, конечно, будет серьезный очень вызов для нашего региона. Поэтому я думаю, что здесь и губернатор Александр Литальевич Цыбурский. Он принимает все меры для того, чтобы мы могли обращаться, в том числе, за дополнительный финансированный федеральный центр. Я думаю, что мы будем это делать. К нам приезжали наши сенаторы. Мы обсуждали этот вопрос. И он стоит в повестке дня. У нас есть, соответственно, послание президента. У нас есть целевые показатели. А вот то, что является нашей центральной задачей, социальная политика у нас в регионе, она для нас является основополагающей. Поэтому, конечно, в этом смысле надо сейчас будет что делать? Мониторить ситуацию практически каждый день. И поэтому мы с Татьяной Павловной и Угененко, также депутаты встречались для того, чтобы понять, какие у нас есть дополнительные внутренние возможности и, как говорится, здесь проанализировать ситуацию с тем, чтобы мы могли решать свои проблемы, в том числе за счет, как я уже сказал, внутренних ресурсов и за счет внешних заимствований. У нас в Киевске сейчас, вы знаете, что последняя сессия, которая состоялась, крайняя, да, она у нас как раз была посвящена во многом бюджету. И вот эти задачи были поставлены, как говорится, в центральную поездку дня. Расслабляться не надо, разумеется. И, конечно, мы рассчитываем на понимание наших жителей. Если все то, о чем мы говорим, что наши жители будут ответственны, прежде всего, по отношению к себе и другим, то тогда мы, конечно же, справимся с этой задачей. Мы сумеем это сделать. Хочется пожелать нашим жителям крепкого здоровья, самообладания, самодисциплины и высокой ответственности. Повторюсь опять, не буду стесняться этого, по отношению к себе и по отношению друг к другу, к своим близким, родным, знакомым, всем тем, кто окружает нас в этой обыденной жизни. Субтитры подогнал «Симон»